Решать коммунальные проблемы жители ответственные службы обещают, но до реальных дел доходят редко. Здравствуйте в эфире дежурный по городу. Улица Силина 6. Долгожданный жильцами ремонт 4-го подъезда принес сплошные разочарования. Ремонт начался в 2014 году, в начале апреля месяца. К ремонтным работам приступили два человека. Первый месяц они работали, на второй месяц один заболел, две недели болел, работал один человек. Потом вышел из больничного, неделю поработал, потом уехал в Москву по каким-то своим делам. Потом он уволился. Уволился, сказал, что за такие деньги я работать не буду. Работал один человек. Потом он тоже уволился. И один день, три, другой раз четыре таджики работали. Управляющая компания выставила нам, так скажем, списала за этот ремонт, который в прошлом году был, 447 тысяч. Работы остановились. Мы в июле писали возобновить работы. Но поскольку, как говорится, мы просим их переделать, и мы не признаем вот эту побелку, они говорят, ну, как бы считают, что это наш каприз, и что это мы должны сделать за свой счет. То есть, опять же, наши деньги. И сейчас нам дали, значит, утверждение вот эту смету, акт выполненных работ не дает. Почему? Не знаю. Два раза просили письменно. Мы не подписывали акт выполненных работ. Как они задавали и как подписывали с подрядчиком, тоже неизвестно. В смете, которую они нам, локальную смету, представили, есть расхождение. То есть, они пишут, что двухкамерные окна нам поставили. На самом деле, посмотрите, однокамерные. Я была на приеме главного инженера. Я сказала об этом. Он говорит, значит, на эту сумму они что-то другое делали. То есть, мы не могли доказать ничего управляющей компании по этому поводу. А по поводу окон, он сказал, мы посмотрим. Но это было за неделю до того, как нам представили отчет. Отчет представили, не поменяли сумму. Сумма 447-800 так и осталась. Улица Луначарского, 38, придомовая территория попросту утопает в грязи. В 2012 году укладывали трубы. Раскопали сначала наш двор. В прошлом году трассу вели от водоканала, от самого. Перекопали весь двор, асфальт не положили. Летом провалился КамАЗ, лег на бок, они вытаскивали. Приехал КамАЗ со строительным мусором. Вывали в гору. Закидали там битый щебень, асфальт, какие-то куски. Периодически текут у них краны в течение, наверное, всей зимы. Раз, наверное, 20 приезжал. Выкачивали? Да, откачивали. Воду, да. Из колодца в колодец перекачивают. Невозможно ходить, ни с детьми выйти. Невозможно. Мы живем в центре города, учтите, пускай учтут. В центре города, не на Колымена какой-нибудь. Нам надо срочно резиновые сапоги, чтобы мы ходили в них за хлебом. Я вот ветеран, ветеран, ветеран. Удостоверение у меня, пожалуйста. И я не могу выйти за хлебом. Это разве не безобразие? Не безобразие, они показывают там, где дороги хорошие. А во дворах у нас, если сказать, жопа. Все тащится домой, в подъезды. Там хотя бы хоть мостик бы проложили, чтобы через эту грязь можно было бы пройти. Потому что невозможно. С детем иду в садик, я его на себе тащу. Ни скоро не может проехать, ни пожарная. У нас деревянная крыша, деревянная лестница. Что случится, мы и сгорим, и умрем. Никто ничто не сделает. Сколько это мы можем терпеть? Мы прям просим, просим вас, просим. Помогите нам, пожалуйста, помогите. Помогите нам. Автомобили, сегодня утром машина застряла. Час назад машину вытаскивали трактором. То есть невозможно. Это все на сегодня. Звоните и пишите в нашу редакцию. До встречи. Продолжение следует.